Доброе утро, друзья. Подумал, заехал по одному делу. Думаю, дай-ка еще поснимаю. Вот. Я знаю, многие из вас любят бывать в моем саду. Его же не существует. Местные ученые приезжали ко мне. Вот, Искобилов приезжал, кандидат за ВЛАП не раз, а десятки раз. С Байкова приезжала, директор ГСУ, тоже кандидат наук, автор книг, автор сортов. Вот. Одна из них, Галина Николаевна, вот она. Вот. Она хоть знает, нет, что в этом саду растут рекордные урожаи груши. Вот. Летом она смотрится не так. Тут кажется маленькая, а летом она такая огромная. 20-30 до 40 бедер. Вот. Интересно, что она вместе с этим, вместе с Нарядной Фимова и с Орехом Манзюшкиным составляет такой треугольник. Очень близко расположена. И все три плодоносят сумасшедшего урожая и сумасшедшее. И не мешает друг другу. И вот это получается, что то, что Манзюшский орех, это вредитель в саду, отпугивает всех, включая пчел. Тогда откуда рекордный урожай был 40 бедер? Откуда урожай был 30 бедер? Сам не пойму, если верить им. Вот. Но это я отвлекся. Здесь падают... Если посмотреть... Хотите покажу? Только держите. Сколько я не собрал. Внимание. Это учеба. Я фильмы снимаю, только учебные. Не для того, чтобы лясо проточить. Видите? Это все сплошной слой упавших, сгнивших груш. Вот. Все это послужило... Вот смотрите, внимательно, внимательно. Сюда, 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 сюда. Тут же орехи попадаются, видите? Вот. Сюда, сюда. Здесь десятки вредер. Каждый год сгнивает. Есть еще причина. Я на рынке не торгую. На семена беру, сколько надо. Вот с этого же дерева, сварога. Да? Вот. И получается, что... Собаки меня отвлекли. Получается следующее. Совершенно не влияет соседство, которое нависает и кроме смыкается. Манджурского ореха вот с этими двумя грушами. Это я взял на заметку. По одному случаю нельзя утверждать. Вот. Видите? Здесь все валяется. Здесь валяется огромное количество сгнивших груш. И здесь же расколотые орехи. Наш друг Макаров Алексей Иванович, Собнинская, Московская область, предположил, что мне их раскололи белки, потому что они грызут орехи. Грецкие, значит, и манджурские могут грызть. Тем более, это случилось впервые. Так, посмотрели. Но главное-то, что я хотел сказать. Я сказал, усердный фильм. Обратите внимание. Ведер 20 осталось лежать. Вот они. Груш. Гнили, все. Заметьте, не выгребал какой-то, мягко говоря, странный человек. Первый придумал в году, в 19 веке где-то, что вот это делать надо тупую работу. Выгрести все. Опавшую листву и полусгнившие, упавшие плоды. Вот им придумали, противопавшую плоды, зловещий смысл. Там зимуют. И все из-за этого, все проблемы наши из-за этого. Вот. А на самом деле, все, что упало, вот они, сгнившие плоды. Вот они, видите, количество, видите. И листва. Все это принадлежит дереву. Не сметь, не трогать, не наше. Не лезьте, не понимаете. Не лезьте. Вот. Ну, а дальше, видите. Здесь еще холма не было. Когда я садил 30 лет назад это дерево, я еще не знал, что надо на холм садить. Но холм вырылся сам. Сам. Почему? Любое дерево выкапывает себе холм. Корни разрастаются, увеличатся в размерах. И выдавливают воду, это, землю вверх. Получается, холм естественный. А мы делаем искусственные холмы. Только для того, вот такие вот. Только для того, чтобы повторить за природой. И что не нужно никаких ям. Не нужно набивать их этими самыми, как бы, надо звать, все в сумме десяток наименований. Все это, как бы, с класс продовольствием. Не нужно. Вот что должно быть. Ну что, идем дальше. А что такое дальше? Зачем я сюда приехал? А, кстати, на улице минус 6. Сегодня, знаете, какое? 10 апреля. Сегодня у меня вебинар. Так. Все идет своим чередом. Нормально. Сибирская, чуть не сказал, зима. 10 апреля. Половина весенних календарных дней прошло. 15 апреля будет уже половина. Так, март. Да, через 5 дней будет половина. Уже через 5 дней будет половина весны. Полвесны уже позади. Ну, вот она, полвесны, вы видите. Это, чтобы сказки не рассказывали. Господи. Вот этот сад, которого якобы не существует в природе. Вот. Он уже такими легендами, еще при моей жизни, такими легендами оброс. Так, Андрей, спасибо за веточки. Вот смотрите. Давайте смотреть. Я не болтун? Андрей, это вода? Да. Полная? Что? Воды. Лед. Раз. Теперь, значит, черенки. Ты приготовил черенки Академика, да? Ну-ка. Академик, правильно. Черенки великолепные, но точно такие же, ни хуже, ни лучше. Я высылаю вам, друзья. Сезон заканчивается. Может быть, фильм сегодня выйдет. Пожалуйста, успевайте. Почему? Потому что во многих местах все еще зима, даже круче моей. Это я имею в виду сибирские регионы. Даже круче моей, я на юге в Сибири живу. Вот, это северная часть российского садоводства. Вот, и вы можете и выписать, и успеть привить. Далее. Что вот это такое? Вот, Андрей, спасибо за вот эти вот. Значит, это абрикос фаина. Они не понадобились. То есть, их оказалось нарезано больше, чем нужно. Видите, это не верхушки, не остатки. Раз они замазаны вот так, значит, они были срезаны в ноябре-декабре. Вот, сохранность великолепная. Я надеюсь, что вам продать. Как я и буду продавать? Уже я буду вас страховать. То есть, вы говорите, мне черенок фаины. А черенки, вот такие вот, допустим, стоят 150 рублей. Да, полноценные. Вот. А я вам положу. Он чуть-чуть не дотягивает до моего стандарта. Сантиметра 5. У меня свои стандарты. Как я их делаю, стандарты? Когда я отрезаю снизу, да, почти полностью ветку. Раз, два, три. И еще половина. Вот это есть стандарт, который идет по ссылке. Меньше. Не вытягивать стандарт, я вам кладу две. Это о ваших интересах. Вот этот момент отметить хочу. Так. И почему я сюда приехал. Сейчас узнаете. Пойдем-ка. Так, сейчас пойдем-ка, пойдем-ка. За шелковицей. Значит, что такое шелковица? Для себя мы укоренили несколько. Вот. Вот здесь, Андрей, если будет возможность помогать, тележка сюда и тележка сюда. Земли. И два из этих самых лучших. Это укорененная шелковица. Вот она. Видишь, я бирки повесил? Которые бирки, это наши. Вот этот остается на месте. Потому что судьба этого, судьба ранетки вот этой предрешена. А вот ей скоро будет 40 лет. Уже омолаживали. Кстати, друзья, вот так идет омоложение. Запоминайте. Никаких отрезаний. Вот отпилили бензопилой. Точка. Здесь ничего ниже не режется. Ничего. А принято в науке. Представьте себе, когда с умным видом люди называют себя профессионалами, выпускниками теми языка академии. Делают наоборот. До этого места, до этого места все срезают. Все ветки дыгиды прямо в кино режут, режут в этих передачах телевизионных. Все вырезают. Одни голые штамбы. А дерево начинается оттуда. А омоложение наоборот. Выше все вырезается. Движение. Раз, два, три, четыре, пять движений. Это мой опытный лесоруб профессиональный, друг мой. Доказывает тратить секунды по две. Итого десять секунд. Потом остается только их снять и сжечь. Так. Сергей Валерьевич, доброе утро. Ну что, нашел по двое? Да, нашел. Хватит? Ну хватает вроде. Не, мне оставляешь семь штук на новые сорта. Не, я оставляю там, которые большие. Большие, большие. А зачем мне ждать? Знаешь, на двухлетке, на трехлетке у меня за один год вырастает выше прививки. Сразу двух-трехлетние эти, штамбы. Сразу за один год. Там я три штуки посчитал оставить. Три? Значит, три. Так. Идем дальше. Вот это вот шелковица. Кстати, поздравю Татьяну Садну. Это ее первая саженца. Вот они, шелковицы. Вот здесь и две присмотрел, три. Остальное парочка продай кому-нибудь. Может кто фильм увидит, запросит. Ага. Ну, это на минутку там, паузу нельзя поставить. А? На паузу нельзя поставить. Сейчас, погоди. А, мешает. Сейчас, давай. Продолжаем. Продолжение следует...